Здарова всем! И в этом видосе, как вы наверное уже поняли по названию, у меня произошел новый конфликт на сервере GTA Peter P. Связан он с тем, что я придумал новый способ, как можно ставить подэшников на место и поднимать за счет этого нормальные бабки через суд. Но все пошло совсем не по плану. А можете представиться? Ну, имя, фамилия. Я с тобой нормально разговариваю, можешь тоже какое-то уважение проявить, ладно? Судья меня слышно, можно вас перебить? Нет. Вы хоть какая-то этика есть у вас? Вы находились в изоляторе, суд объявил приговор и он мне будет изменен. Но, перед началом этого видео, я запускаю розыгрыш купона на 50 тысяч халявных баксов, который можно будет активировать на любом сервере GTA Peter P. Для участия вам всего лишь нужно поставить лайк под этим видео, подписаться на канал, прожать колокольчик и написать любое количество комментариев. Победителя я буду определять как раз таки по нему по рандомному комменту. Поэтому, соответственно, чем больше ты их напишешь, тем выше у тебя будут шансы на победу. Но победителя предыдущего розыгрыша также на 50 тысяч баксов вы видите сейчас в себя на экранах. Друг, отпиши мне, пожалуйста, в ВК, ссылочка есть в описании и я передам тебе твой выигрыш. Приятного просмотра. Итак, изначально все началось с того, что мне пришла в голову идея зарабатывать бабки на тупых, наглухо отбитых и, что немаловажно, наглых поддэшниках. И я придумал способ, как это сделать и рассказал его знакомому адвокату. У меня такая идея для видоса. Только никому же, Эмиль, хорошо? Да, я помню, по дальнейшему даже говорить. Чисто между нами будем. Вообще без проблем. Смотри, я хочу поиметь деньги на правоохранительной системе. Каким образом я хочу это сделать? Когда поддэшники едут по гетто и видят то, что бандит красит граффити, они что с ним делают? Вяжут сразу. Вяжут сразу. Я хочу просто, типа, встать в анимку. Типа я крашу, но на самом деле я отыграю то, что я мою там, либо еще что-то. Понял? И сколько я смогу так поиметь денег с них? Много. Много? Отлично, короче, я услышал то, что хотел. Да, я придумал вставать в анимку перед граффиткой. Типа я из банды и крашу граффити. Но на самом деле я по РП буду мыть стену. Разумеется, поддэшник, который преследует цель просто посадить и заработать деньги на нас, не будет ничего проверять. Подумает, что мы красим граффити и просто-напросто посадит нас. А мы за это его накажем. Бодикамеру нужно отыгрывать? Нет, у него должна быть. Если у него не будет, так еще тем более там еще плюс 50. Хорошо, хорошо, хорошо. При них я должен отыграть в слэш-ду то, что я мою стену. Да, 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 да. То, что у меня в руках швабра. Эта отыгровка нужна обязательно, чтобы все было по-честному. Чтобы отсеять нормальных поддэшников и наказывать только самых отбитых. И плюс, чтобы все было по РП и к нам не было никаких вопросов. Ну, по факту, это превышение должно... Короче, ты меня понял. Да, да, да. Вот, там, я помню, максимум сорвались типа 270, короче, что-то такого. Они не должны вязать за то, что ты просто красишь, потому что... Ну, ты красить не будешь без броника и без оружия. Да. Потому что за это они и вяжут, вот. А если они видят обычного типа, то они его тоже будут вязать. Потому что думают, что типа у него в инвентаре сейчас лежит броник или оружие. Они его обыскивают, у него оружие, они его вяжут. Вот. Поэтому здесь, по факту, да, это превышение должно стоить. Ибо они, ты отыграл, что ты можешь, они это увидели, поверили, рисовали, ни за что. Угу, 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 смотри. Ну, по-любому, короче, я найду чела, в который попадался. Да, 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 по-любому. Деньги, деньги я поимею, получаю. А если вот, допустим, печенька повяжет, и что, он, получается, в долги залезет? Просто, видишь, я хотел бы, как бы, забрать бабки системы, а не с каких-то печенек. Ну, там, по-моему, скорее всего, системой будет. Ну, типа, смотри как. Ну, просто, я думаю, скорее всего, с казны, вряд ли чел бы. Нету, что так кажется, да. Так, с казны, хорошо, с казны меня устраивает. Теперь, смотри, с моей стороны, ну, короче, вот ты обдумай по ОЦ, да, как все это правильно реализовать с судебной точки зрения. А я подумаю, как реализовать это с, ну, вот, для меня там швабрука купить, вот все это такое сделать, максимально это, чтобы меня повязали, приготовлю все отыгровки, видосы, ля-ля-ля-ля-ля, и там уже будем с них иметь бабки. Ну, и после обсуждения всех нюансов с адвокатом, я отправился реализовывать эту идею. С чем мне, как всегда, помог мой друг Табиан. Лам, братва. О, Табиан, здорово. Табиан, пойдем в замочек на секунду. Да, да, братан, давай. У меня новая просто идея на миллион баксов. Давай, говорю уже. Что подешники делают, когда видят то, что челбас красят графитку? Ну, он восстанавливается, по-моему, пытается его захватить, но... Вяжут, бля, правильно? Ну, ну, вяжут, ну да. Я сейчас переговорил с адвокатом, а что если ты типа просто станешь его нимку, не будешь красить, а там в до отыграл то, что у тебя швабры в руках, понял? Они тебя повяжут, ты обращаешься в суд и имеешь на них бабки за то, что они тебя повязали ни за что. Слушай, ну это нормальные бабки, адвокат тоже есть? Да, я уже адвоката нашел. Давай замутим прям сейчас. Я уже захожу. Подешники тупые, они будут пытаться повязать сразу, будут думать, что на ерунде. Да, да, да. В первую очередь я по РП в магазине 24 на 7 купил швабру и ведро, чтобы до нас точно не докопались. Я пока отыграю. Ду на прилавке. Во вторую очередь я убрал из инвентаря весь край. Оружие, патроны, наркотики и так далее. Чтобы мне не приписали дополнительные статьи за это, от которых мне во время суда будет не отмазаться. Так, патрики, броники, косяки скинуть, спанк скинуть, маску скинуть. Ну и в-третьих, мы наконец приступили к самому делу. Ну он какой-то тупой как раз, знаешь, который нам нужен? Такой туповатый. Едет, едет в твою сторону, едет, едет, едет. Пам, отвали. Готовы платить штраф. Разумеется, в чате я обязательно всегда отыгрывал, что я начал мыть стену. Что стена мокрая, в руках у меня швабра и так далее. Это вы можете наблюдать в самом чате самостоятельно. Я не буду на этом акцентировать внимание. И в целом, у меня бы получилось провернуть все это с первого раза. Но на каждого тупого подэшника бывает еще более тупой гражданский. Как нахуй штраф? Дебил что ли? Уйди, уйди. Взял наручник из-под... Да, что мешает. Надо ждать. Да прям тупой, тупой. Должен повестись, я тебе отвечаю. Бревно. Он руками автомат переставляет. А так за что штраф-то я не понял? Две тысячи штраф. Я не буду платить ничего. Вы не будете платить? Я не буду платить, за что? Я ничего не нарушил. Хорошо, хорошо. Так я этим как-то за. Мы согласны? За что? Нет, я не буду ничего платить сразу говорю. Озвучите, я ничего не делал. У мыши нанесение повреждения чужого мучения. Все хотят, я убегаю, я убегаю. Ты только что красил. Да ничего, я ничего не красил. Ты готовы? Я не буду платить. Я не буду платить. Да блин, все мешают. Да невозможно на это. Да он всех, он такой тупой. В КПЗ меня собрались садить, а за что? Блин, он вообще, чувак, он какой-то, он под спидами чувствует. Он вообще потерянный. Хом, зайди, да, потеряйся. Да блин, все еще хомкают и мешают, слышишь? Все, он кьюшился. Вторая проблема заключалась в том, что, боже мой, как же тяжело провернуть что-либо. Если большинство сервера знает тебя, знает, что ты ютубер. Пацаны, вы мешаете мне видосик снять, пожалуйста, мне мешать. Я видел, я буду сидеть. Видео, видео. Бегает, сука. Я видел воду? Нет. Пожалуйста. Отъебись. Я смотрюсь, щекастый мальчик сидит, все что-то ебать знакомо, все равно это хома, бля. И начинает петь, кис-кис, 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 я котик, ты котик. Третья проблема, это другие банды, которые просто наотрез отказываются понимать, как бы ты им не говорил, что ты, блин, не собираешься перекрашивать их граффити. Что ты стоишь вообще в другой анимации. Что мне нужны пдшники, а не ваши граффитки и так далее. Можешь подъехать к ним, когда вас ничего не смущает, там челу типа красит. Я приехал с тобой на одной машине. Давай, ладно, я бегу. Тихо, пацаны, не мешайте, я не крашу. Что говорят они? Ну я сказал, типа пацану. Да, бля, ты не крашу, пожалуйста. Нет, 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 нет. Я не буду красить. Братик, давай, не, ну, крашу. Британ, давай. Пацаны, я не буду красить. Мне просто патроны жалко не украсть. Бля, вы тупые нахуй. Отвечаю. Хома, это ты? Да, вы такие идиоты. Я снимаю видос, бля, чё, подошли, как у меня охуя. И четвертая проблема, это когда все это складывается вместе. Когда за тобой все катаются из-за того, что узнали, стараются как-то помочь, но не понимают, что делают только хуже. Что там сейчас было? Я подъезжаю к графитке, начинаю красить её, ну, типа, типа в кавычках красить. Подошники ведутся на это, и челы на блатцах подъезжают и говорят, не мешайте, хома видос снимает. Это вообще отмена. Я готов был уже скачивать грёбаный клоунфиш, чтобы изменить свой голос. Я узнавал у админов, как отменить знакомство с человеком, чтобы они не видели твой ник. Меня узнавали, блин, даже по глазам, когда я в маске. Ты же печень, может, это хома? Рассанивайся. Бля, уже по лицу. Ты, чё, по глазам, да? Маску снимаю. Хома! Ой, бля, бля. Чё, реально не п*** делать? Да забей, чувак. Ладно, красить. Да, не в этом дело. Красить, разрешить, с... Ах, заеб... Можно вам ручку пожать? Гражданин, стойте. Да, хома. Гражданин, здравствуйте. Как дела ваши? Хома, пожми руку. Я не хома. Короче, не скажу, что я потратил прям очень много времени, но это было бы в разы быстрее, если бы меня не узнавали. По голосу, по никнейму, внешности и так далее. В общем, если вы будете проворачивать эту тему, эту идею, у вас всё будет намного проще. Но, несмотря на все эти трудности, у меня всё же получилось достаточно быстро найти тех самых наглых и тупых поддэшников, которые поведутся на мою уловку. Ну, мы подъехали, подъехали. Задержан, награжданин. Вы задержаны по 12 статей, а именно хулиганство, так что пройдите, сейчас пройдите с нами. Открыл дверь автомобиля, после чего закинул туда человека, пристегнул ремнём и запил дверь. За что вы меня садите, я не понимаю? Да, а кто там стены раскрашивал, это хулиганство? Я стену мыл. Сейчас я открою дверь, после чего отстегну человека и остановлю. Мы видели, вы волончик достали и начали его трафить. Они повелись, Тобяна, они повелись. Огонь, огонь, братан. Так, я отыграл, я отыграл то, что у меня в руках швабры имя. Божалуйста, снимите. Да, сейчас я сорву массу для опознания. За что? Она денег стоит. Не буду я ничего платить, потому что я ничего не нарушил. Мы видели, как вы начали распылять трафик. У меня не было баллончика в руках. Я просто мыл с тем, всё. Они еще маску с меня сорвали, это дополнительная статья по-любому. Минус 7 косарей, они не должны возместить это. Я в суд подам. У нас есть видеофиксация. А можете представиться, ну имя, фамилия. Ну чтобы я знал, кто меня задерживает, на кого в суд подавать. Так вот, расшивочка, что у вас висит. Я сразу говорю, я в суд буду серьёзно подавать. Я ничего не делал. Сейчас я закрою клетку. Светимся в суде. Готовьте сразу деньги, говорю, из казны. За незаконное задержание. Из казны незаконное задержание. Я просто стену мыл и всё. Просто стену мыл. Была швабра в руках с ведром. Стена была мокрая. Баллончик в руках не было, они меня посадили. Вы маски мыли, да, стену? Ну да, там же грязь летит. Конечно. Ну хорошо, посмотрим, посмотрим. Баллончик в руках мыли грязь, да. Баллончика в руках у меня не было. Ну и короче, всё прошло просто идеально. Все отыгровки у меня есть. Я даже голосом им проговорил, что я просто мыл стену. Но они всё равно меня задержали, обыскали, сорвали маску, проигнорировали все мои слова и в итоге незаконно посадили. Дальше оставалось дело за малым. Подать на них в суд. Но перед этим ко мне подошёл адвокат в тюрьме. И я завёл с ним беседу. Не нуждаетесь в услугах адвоката? У меня денег нету на... А, разве что консультация бесплатная. Могу у вас спросить пару вопросов? Да, давайте. Так, я просто мыл стену. Не буду вставлять одно и то же. Вы всё это уже видели и слышали. Я ему просто рассказал всё то же самое. Важно совсем другое. Через него я узнал контакты главы коллегии адвокатов. Отлично. А можно ваш номер телефона записать? На бумажку сейчас запишу. Если вы выбираете, вы хотите выиграть суд, так скажем, прям сто пудово так выразить, я вам рекомендую адвоката Сумико. Это девушка. Она со стажем уже работает. То есть она даже старше меня, так скажем, работает. У моих, так скажем, надеясь, что она выиграет суд. А можете оставить её контакты? Да, могу я её. Давайте. Хотелось бы, конечно, вас выпустить очень сильно. Просто поговорим немного ещё, так скажем, снизим срок, то может он будет по минимальной цене вас выпустить. Да у меня нет вообще денег, понимаете? Не нужно меня выпускать, я уже сижу это время. А вот по вашей практике, сколько я смогу с этих сотрудников, если они меня... Смотрите, первое, незаконно меня посадили. Второе, сорвали с меня маску, моё имущество. Хотя могли просто попросить, чтобы я её снял. Третье, физическое воздействие оказывали, заламывали и так далее. И всё это незаконно. Начнём отталкиваться от того, что у каждого сотрудника есть стадия применения силы. То есть сотрудник обязан. Это не исключение, он просто обязан. Это сначала попросить, потом приказ, потом применение физической силы, потом применение спецсредств. Смотрите, меня не просили, не приказывали, сразу подошли, надели наручники и посадили. Смотрите, ситуация очень возмутительная. Я, Синьпень, ситуация очень возмутительная. Мы получили, что хотели. Осталось только найти лучшего адвоката, который сможет представлять наши интересы в суде. И по совету этого Адольфа из тюрьмы, я связался с адвокатом Сумика, которую он так советовал. Также я это обосную тем, что, допустим, ты потратил свое время, то есть ты, допустим, был на работе, мыл в стены, ты не мог в это время выполнять свои обязанности, потерял из-за этого деньги, также моральная компенсация. Вот, в принципе, это все можно за уши притянуть. Так, а... Смотри, как я буду действовать. В вступительном слове я буду их душить по статьям. В общем, Сумика оказалась просто мастером своего дела. Она сразу же протолкнула это дело дальше. Мы подписали там с ней РП договор, что она может представлять мои интересы в суде. Потом она сразу же написала заявление, для того, чтобы суд состоялся. После окружной суд штата отвечает там всякими постановлениями. Прокурор проводит какие-то там свои проверки. В общем, все это мне не важно. Важно для меня лишь то, что суд мне назначили. Все, с этого момента забудьте о каком-либо РП, адекватности и справедливости. Дальше пошла одна клоунада и одни конфликты. Первым делом со мной связался прокурор, где обвинил меня, что мои отыгровки были некорректные, что тут нет никакого незаконного задержания, оказывается. И вообще меня самого можно за это откинуть. Да-да, идите нахуй. Я думаю, тут сразу понятно, на чью сторону стал этот самый прокурор. Дальше мне написали также эти ребята, которые ни за что меня задержали. Что я отыграл каким-то образом РП в свою сторону, что запрещено правилами сервера. Всякие вот эти недостёбы, что ты же у нас там гений РП, у меня есть все откаты, тебя откинут. Ля-ля-ля-ля-та-па-ля. Алло. Алло. Здорово. Здорово. А, что хочешь сказать? Ну, ты согласен вообще? Не согласен, да? Ты с тем, что... Погоди, давай начнем с того, то что... Ну, отбросим все эти... Как сказать, всю эту агрессию, типа, ты же гений РП, чё ты-то-то-то-то-то-то-то. Я с тобой нормально разговариваю, можешь тоже какое-то уважение проявить, ладно? Не, я как бы... Ну, тогда я не нужна вот этих всех, типа, ты же гений РП, тебе виднее. Не, да просто я не понимаю, почему надо было идти в суд, и за 20 минут я не понимаю этого. Ты реально не понимаешь? Потому что я делаю видос, братан. Я байчу подэшников и зарабатываю на... Давай так скажем, на IC дебилах подэшников, которые просто повелись, не заметили ни ту анимацию, которые подумали то, что я крашу графитку, а я на самом деле мыл стену и сделал всё это ПРП. Понимаешь, я делаю контент. Не, ну, а ты бировка была, когда тебя уже подвели в машине к наручнику. Что такое задержание, в твоём понимании? Ну, вот процесс задержания, это миллисекунда, которую ты нажал в наручники или что? Задержание, процесс задержания, это момент, когда ты на меня надел наручники и посадил в КПЗ. Я во время задержания, через 10 секунд, написал тебе сразу. Я могу показать отказ, что как только ты вбежал в мой экран, в моё поле зрения, я сразу начал писать, что у меня в руках швабра. И написал через 10 секунд. Ну, получается, это был по свою сторону. А в чём? Объясни. Не, ну ты не трасил стену? Нет, конечно, я даже ей не нажимал. А, ну тогда я полностью с тобой согласен, ладно. Там другая анимация, братан. Там он даже, я специально выбрал анимацию, которая, ну, чуть-чуть похожа, но если присмотреться, он там вбок наклонён, он вообще не наклоняется, чтобы красить. Ну, короче, там, если сравнить две анимации, то они абсолютно друг на друга не похожи. Ну, плюс вы там нарушили все процессуальные, все процессуальные этические нормы. Ну, братан, там, знаешь, когда, как я слышал у вас там, первое, это то, что вы должны как бы попросить, потом потребовать, только потом, возможно, задержать, а ты подбегаешь, сейчас завешиваешь наручники. Ладно, давай, Хом. Давай, Леня, счастливая. Если чё, безобидно, типа, это игра. В общем, было реально много людей, которые писали по поводу этого суда. Я уже на них полностью забил, никому не отвечал и решил просто дождаться самого суда. Можно мне, пожалуйста, записаться на приём к губернатору? Я вас прошу. Я очень всех прошу. Граждане, которые уже были проконсультированы, можете, пожалуйста, покинуть данную территорию? Начнём с того, то, что в мэрии вообще никто не знает, что делать, что можно и так далее. До суда полчаса, ждать его в главном холле, оказывается, нельзя, поэтому нас повели в другой холл. Вы на слух пришли? Да пройдёмте со мной, я вас проведу в холл. Пошлите. Потом приходит другой агент, который говорит, что, оказывается, и тут нельзя находиться. Территорию покидаем. Там, гражданка, конечно же. Так нас саналку. Им в холле можно ожидать. Это не холл, если что. Но это не считается за холл. Боже, мы же никому не мешаем, тут я не понимаю, в чём проблема. Нельзя находиться. Это такой цирк, пацаны, вы не представляете. Он вообще проявляется во всём, что только можно. Почти от всех сотрудников. Адольф, здорово. Что? Здорово, Адольф. Привет. Помнишь меня? Ну, а почему он должен отходить? Он ко мне подошёл, говорит, отойди. Я подошёл, поздороваться с тобой, Адольф, ты его дфэш. На базар. Так я поздороваться, подошёл с тобой и всё. Вы тут говорите, от меня воняет, там, отойди туда-туда. Вы хоть какая-то этика есть, у вас нет или нормальное поведение? Ты вот ему замечание лучше сделать, чем мне. Но я думаю, после этого вы точно понимаете отношения сотрудников ГОВА ко мне. Просто везде какая-то токсичность, что ли. Я подхожу поздороваться, мне говорят, отойди. Отовсюду прогоняют, везде гоняют. Стоять вообще, походу, нигде нельзя. Молодой человек, это можно вам помочь? Нет, спасибо. Каким вопросом мы сюда привлекли? Я? Да. Служду свой. Извините, он сделает суд, он мой подзащитный. Может быть, он здесь, не будет ждать. А где? Колмей Рейс, тут можно находиться, тем он может просто... Ну, хорошо. Давайте я просто присяду, ладно, чтобы не мозолить вам глаза. Короче, просто с горем пополам я наконец дождался этого грёбанного суда. Нас завели в это судебное помещение, и я думаю, что представление суда у всех аналогичное с моим. Что это строгое место, всё там по полочкам. Шаг влево, шаг вправо, расстрел, и тебя выводят из зала суда за неуважительное поведение. Но, как оказалось, это просто, блин, ёбаная клоунада. Короче, я не знаю. Суд сделали открытым, и его сделали открытым без нормальной охраны. И весь судебный вот этот процесс приходилось слушать эти оры, саундпады, визги, и так далее. Также из-за этого всего мой адвокат Сумика не могла зайти в игру. Её постоянно крашило, и она попросила меня взять перенос суда на 5 минут. А можно перенос на минут 5? У меня у адвоката проблемы, аномалии. Судья, меня слышно? Можно вас перебить? Нет. Так я прошу перенос на 5 минут у меня у адвоката аномалии. Вы можете на встречу пойти? А, хорошо. Я просто попросил до этого, вы меня проигнорировали. И этот, а на другой-то стороне кто? Подожди, а где вообще эфиба? Я не знаю, что я тут вообще делаю, я тут один сижу. Какой обезьянник, на самом деле, тут все рвутся, армады, вырубают. А тебя уже вызывают? Я не знаю, я хуйню, значит, он что-то говорит или нет, я понять не могу. Но это все тоже идет по жопу, потому что у стороны, которым обвиняемый, у них нет адвоката. Слово предоставляет со стороны защиты. Иди первый скажу, да. Так, здравствуйте, ваша честь. Ситуация вот такая. Я пошел просто мыть граффити в неблагоприятном районе, чтобы хоть как-то облагородить эту часть нашего города. Ко мне подъезжают два сотрудника фиб, и без каких-либо слов, без представления, без просьбы остановиться, если вдруг это незаконно. Просто вяжут меня и сажают. Собственно, из-за этого я и подаю в суд на них за причинение чашково морального вреда и за причинение материальных неудобств. Хорошо, просто стороны защиты это ваши все слова. Потом, возможно, буду отвечать на какие-то ваши вопросы и так далее по ходу дела. Сказать-то много чего есть, просто я не знаю, кому говорить это все, если стороны защиты даже нету тут. Россия судила, чтобы он вывел всех посторонних из-за вас сюда, потому что они создают шум. Я просто всех замутил. А ты сказал свое слово? Да, я сказал. Но я там сказал то, что из-за чего подал в суд. Выйти еще раз и скажи то, что я тебе сейчас скажу. Скажи, ваша честь, мне есть что добавить и я тебе сейчас скажу, что можно сказать. Заскин мне текст, я не смогу так, типа ты мне говоришь, я дублирую, я же не передачу. Нет, 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 я в голове, ты понимаешь? Ну давай, проговори мне сейчас, тогда я так не смогу. Короче, смотри, хочу уточнить тот момент, то, что на видеофиксации с регистратора было видно, что я не рисовал граффити, что моей предоставляет заключительное слово стороне защиты. Сотрудники просто ко мне подошли, начали арестовывать, и тем самым они нарушили мои права на свободу. Ладно, сейчас ориентируюсь. Также в этом деле используется видеоматериал с видеорегистратора со стороны машины ФИП. Там видно то, что я никоим образом не красил, некие граффити на стене, то, что у меня в руках было ведро, швабра, и я не совершал никаких противозаконных действий. Соответственно, также я им все это проговорил вслух, сказал, что вы делаете. Я ничего плохого не сделал и сказал то, что я просто мыл стену. Также сотрудники видели то, что стена мокрая, но им походу плевать. Они заехали в опасный район, и им можно делать все, что им вздумается. Они без каких-либо слов подошли, задержали меня и нарушили мое конституционное право на свободу действия, свободу перемещения, и так далее. Вообще, я ожидал каких-то проблем, не знаю, от бандитов в опасном районе, но никак не мог ожидать вот то, что со мной приключится такая ситуация, где государство будет как-то ущемлять мои права. Еще, конечно, адвокат бы многое, что добавил, там, статьи, не статьи, но я думаю, вы сами все понимаете. Тем более, запись у вас есть и сторона защиты даже не явилась. Я сказал, короче, не знаю. Сторон окончено. Я тут один. Суду заляется в свечательную комнату для постановления приговора по делу. Я думаю, знаешь, как в кино будет, там, мы то говорим, они там то говорят, мы такие оспариваем, то судья такой тишину в зале, все такое. Так оно есть, просто именно в этот, ну ты неудачный, тебе, короче, просто Фиба запороли, они засали, вот они запороли, эти милить, но блин, это можно было все делать нормально по РПС, уже другой судья, и сторона, с которой мы слились, не было высоко. засали, засали. Вот такой, братва, получился процесс суда, делайте выводы сами. Ну а сейчас слушаем итог всего этого. Долгожданный приговор. При руководстве с положением Конституции и другими нормативно-правовыми актами штата Сан-Андреас суд приговорил признать виновным сотрудника ФИБ Ф-013К по ст. 74, 77, а также 78 Уголовного кодекса штата Сан-Андреас назначить неравное наказание для сотрудников ФИБ Ф-013К в виде лишения свободы в следственном изоляторе на 7 лет. Также выплатить моральную компенсацию истцу в виде 25 тысяч долларов со стороны ответчика. Суд объявляется окончен. Важный вопрос, важный вопрос, Ваша честь. 25 тысяч, это с каждого сотрудника, который нарушил, или с одного? 25 тысяч посредственно сотрудника ФИБ с жетоном либо нашивкой Ф-013К. Понятно, а второй, а второй этот сотрудник, что ничего не нарушил? Второму сотруднику не было предъявлено каких-либо обвинений. Эти 25 тысяч должны покрыть мои моральные, как бы... Вы находились в изоляторе 20 суток, 25 тысяч это и не много, и не мало. Но я понял то, что 25 тысяч должны покрыть мои моральные какие-то проблемы и так далее. А как же материальные различные траблы, то, что с меня маску сорвали, то, что я 10 тысяч за этот суд отдал и так далее. Покройте тогда мне еще материальные издержки. За маску и за госпошлину на этот суд. Суд объявил приговор и он не будет изменен. Понятно. Продажный суд. Позор хип. 25 тысяч у кого забрать? 25 тысяч у кого забрать лоб? Там не сказали. И где мне его искать? Он даже не пришел сюда. Просто так посидел в ноль. Ну, ты шоу отчет. Демостиберут. Ковно, ковно, шуткаш. Это просто бред. Ну, главное, зато щело посадили на 7 лет, но это очень сильно не повезло судьей и как бы со стороной обвинений. А почему второй не виновен? Я вот это не понимаю. По идее он должен был пойти за свою часть. Это просто очень сильно не повезло. Ну, ты попал на фукасы вот и там просто все на формальности. Формально мне членом по губам провели сказали пошел ты нахуй. Ну, не только тебе, считай меня тоже. Меня еще бесит. Почему? Я вот вроде бы логично сказал то, что у меня еще как бы маска дорогая была, у меня еще как бы различные издержки, госпошлины и так далее. Что? Где? Где моя моральная компенсация? Он такой Нет, все, все кончено, я все сказал. Я вот не понимаю, еще на мне сейчас тратить типа время списываться с тем челбосом. А если его вообще не посадят, он там чисто в загладят так. Это был самый худший суд за последнее время. У меня в голове было, как я в видосе буду рассказывать, что типа вот так можно поставить подэшников на место, если они там какую-то штуку неправомерную делают. Вот так вот проходит офигенный суд. Вот так вот там будет, вы там заработаете еще денег на этих моральных, так сказать, штуках, и оля-то поля. Было бы хотя бы с двух челов, я бы хотя бы в плюс вышел. По факту они совершили преступление. Их было двое. Один совершал, другой в этом участвовал. А где я сейчас 25 косарей эти искать? Где? Куда? С этого сотрудника? Право, логично. Где? Как мне его найти? Насколько это все бредово? Это еще не пик, ребята. Дальше будет еще хлеще. Просто дождитесь. Но блин, 25 тысяч, 25 с***ка тысяч. Когда ты заплатил судье 10 тысяч госпошлины, когда из тебя сорвали маску? Представьте, если бы это была шахидка за 40 косарей или какая-нибудь редкая ивентовая маска, которая еще дороже. 25 тысяч с одного, когда тебя задерживали двое. Что это вообще за бред? И ладно бы мне хотя бы сразу отдали, но мне сказали, ждите. Чего, блин, ждать? Что якобы этот агент ФИП сам напишет мне в Дискорд, что готов дать мне мои деньги? Но я в любом случае подождал, разумеется, ничего так и не дождался и поэтому сам отправился в здание ФИП. Женщик, что-то как-то да, здравствуйте. Я ищу высокопоставленных агентов ФИП, чтобы найти сотрудника F003A или F013K. Я выиграл сегодня суд и они мне должны бабки. А как вы выиграли суд, если они не явились? Вот так выиграл суд, АФК суд. Заочковали, не пришли. Могу сказать, номер делаем. Мы сейчас не будем строить весь состав для того, чтобы вам выплатили вашу компенсацию. Решайте все через государство. Я не прошу весь состав построить, я просто прошу хоть как-то на встречу пойти и помочь их найти. Типа, они у меня еще маску сорвали, я 10 тысяч отдал, чтобы там суток состоялся. И сколько вам должны компенсацию? 25 тысяч. Много, наверное. Я понимаю, для вас, скорее всего, это копейки, да? А для меня это важно. А что он уже 7 лет отсидел, получается? А их проговорили к 7 годам. Получается, не отсидел. Сейчас будете сажать или как это будет происходить. Это все надо через государство. Там нужно оформить увольнение. И понятно, вот даже в этом, что ли я инициативу должен проявить, но чтобы его посадили. Конечно. Чего, блин? А чего, кого-то ждем здесь, агент, человек пришел попасами, сутки и свои так свою компенсацию. Вы сюда пришли за компенсацией? Вам в Капитолий в мэрию не к нам. А что тяжело? Так тут выдача просто не понимаю. Это дает из говермента. Это езжайте в говермент, не к нам. Если бы это было в говерменте, мне бы время суда наверное и выдали. Мне сказали, сотрудник должен со мной связаться, он со мной не связывается. Вот и сам приехал. Проявил им все. Суд у вас где проходил? В говерменте. В мэрии Лос-Антосе. Я говорю, решили вывез говермент? Ну, наверное, это в говермент. Так его уже вызвали, он мне должен лично дать. Человек, который нарушил. Передадут через говермент, я вам говорю. Какая разница, он уже сюда придет сейчас. Так, а в чем проблема, я не понимаю, мне потом опять искать все это. Вы потом скажете, что вам никто деньги не выплатил. Так, давайте я распишусь. Это не к нам все. Но вот просто, скажите, что им не по... Да всему гову на тебя просто поебать. Понятно, вон человек, который нарушил, уже готов дать себя. Просто не ляжет. Он надаст это через гов. Хуй на работаем. Я просто не понимаю, у меня как бы попрыгунчик туда-сюда, гов сюда, фибы туда. Ну, логично же, что он же заебался. Бегать из деньги, никто не выдает, правильно? Понятно. Тогда на 7 лет, когда его приговорят. Не, почему логично? Мне сказали на суде то, что агент фиб не со мной свяжется и выдаст. Нет, так делать не надо. Это все, я же еще раз говорю, это все через гов. Нам за этим обратиться не нужно. Вопрос закрыт. Я к вам лично и не обращаюсь. Я вам отвечаю на всю вот эту тему, что вот... А я вас и не спрашивал. Помещение покиньте. И получается, братва, то, что как бы над нами не глумились фибы или подэшники, садили бы нас ни за что, выписывали нам штрафы ни за что, убивали бы нас ни за что. Твой единственный рычаг давления на них в виде в кавычках суда просто-напросто не работает. Потому что ты потратишь дофига времени, ты потратишь кучу нервов, кучу средств ради того, чтобы этот суд состоялся. И ради чего? Ради вот этой сплошной клоунады, где все говы друг друга задефают и тебе выпишут просто какие-то копейки, которые никоим образом не то, что покрывают твои какие-то моральные издержки за то, что тебя ни за что посадили. Они и потраченных средств и времени-то не окупят. И ты еще скажешь, ну ладно, давайте хотя бы эти деньги мне. А они тебе ответят, ага, иди ищи, кто даст, ёпта. Ай, кстати, вы, наверное, думаете, что я хотя бы этого челика посадил в тюрягу на 7 часов. Конечно, нет. Бегает все спокойно и все. Дастой, как дела? Нормально, здорово. Ома, привет, кстати. Здорово, здорово. Здорово, стой. Кстати, этот FIP-1 это яблоко. Ты мне 25 косоветра чешли, мне сказали у тебя забрать. Ты пусть забрать мне денег, все равно нет, государство пусть воплачу. В общем, делайте выводы, разумеется, сами. За денежкой в итоге мне пришлось побегать туда-сюда, но мне ее выплатили благодаря помощи губернатора, с которым я поговорил. Но в целом, судом и говом я вообще недоволен. Душная, лицемерная, клоунада, где все завуалированно показывают то, что ты никто и всем на тебя похуй. Как бы ты сильно не был прав и какую бы ты крутую и интересную рпшку не придумал. Поэтому я предпочитаю крайм, чего и вам советую. Вот такой вот, братва, получился видосик. Надеюсь, он вам понравился. Напоминаю то, что в нем идет розыгрыш халявного купона на 50 тысяч баксов и то, что я играю на нашем сервере GTA 5 RP Blackberry. Вся нужная информация, как начать играть вместе со мной, промокод, который сделает ваш аккаунт VIP аккаунтом, будет в описании и в закрепленном комментарии. Ну и как обычно, не забудь поставить лайк, подписаться на канал, прожать колокольчик и написать комментарий, как тебе это видео. Ну а мы увидимся совсем скоро. Удачи!